В Америке началось строительство первой субмарины нового поколения. 27 мая 2019 года военно-промышленный курьер в Америке началось строительство первой субмарины нового поколения. Источник изображения – VPKNews.ru В США на верфи компании Huntington Incools Industries В Newport News в штате Вирджиния состоялась церемония риски первой стали для головной стратегической атомной подлодки класса Columbia для американских ВМС. Как сообщает Naval Today, подводные крейсеры станут первыми субмаринами, полностью построенными с использованием цифровых чертежей. Субмарины класса Columbia должны заменить состоящие сегодня на вооружении ВМС США 14 носителей межконтинентальных баллистических ракет класса Огайо. Сегодня исторический день, сказал на церемонии вице-президент верфи Джейсон Уорд. Прошло полвека с тех пор, как здесь построили первую стратегическую подлодку. Сегодня мы отмечаем 10 лет сотрудничества с компанией Electric Boat по разработке новых ракетоносцев типа Columbia. В прошлом году мы продвинулись от проектирования к закупке материалов, а теперь начали непосредственно строительство головной подлодки. Отмечается, что верфь Newport News выполняет предварительные строительные работы по контракту, полученному от основного подрядчика программы Columbia Company. General Dynamics Electric Boat Строительство 12 подлодок класса Columbia развернется на верфях в Вирджинии, Рот-Айленде и Коннектикуте. Первую подлодку планируется передать ВМС США в 2027 году, в этом же году ожидается начало вывода из эксплуатации Apple класса Огайо. По данным американского флота, первое развертывание Колумбии намечено на 20 302 031 годы. Строительство головного подводного крейсера предположительно обойдется в 12,4 миллиарда долларов, из которых 4,8 миллиарда долларов израсходуют на научно-исследовательский и опытно-конструкторские работы. Всего же программа нового поколения стратегических ракетоносцев, отмечает AirDaily, оценивается в 267 миллиардов долларов на весь срок службы этих субмарин, который превысит 40 лет. Из указанной суммы 128 миллиардов потратит на исследование, разработку и закупку подлодок. Право на данный материал принадлежат военно-промышленный курьер. Материал размещен правообладателям в открытом доступе.